Слава Богу, братья и сестры! Когда-то Христос сказал такие слова ученикам своим, что «Говорящий сам от себя ищет славу себе, а кто ищет славу пославшему Его, тот истинен, и нет в том неправды». Аминь. Дорогие братья и сестры, пусть вся слава на этом месте всегда будет Богу. Только Бог достоин славы в нашей жизни. И сегодня, перед началом нашего служения, брат-пастор сказал, что одна важная часть, которая зависит от нас и только от нас, это как мы готовы сегодня слушать, что Господь говорит сегодня нам. Мы помним то местописание, когда Бог говорил Самуилу, и Илье, священник, на то время он говорит, «Ты скажи такие слова, говори, Господи, ибо слушает раб Твой». Дорогие братья и сестры, когда наше сердце настроено для того, чтобы слушать и слышать, это уже наполовину приходит благословение и Божья победа в нашу жизнь. Но когда наше сердце не настроено для того, чтобы слушать и слышать то, что говорит Господь, вы знаете, что бы Бог ни говорил на этом месте, какая бы сила ни сходила, и что бы ни происходило, мы уйдем пустыми. Когда Христос ходил по этой земле, и Он заходил в определенные места, где Его знали, и многие говорили, не плотников ли это Сын, не знаем ли мы Его, ни мать Его Мария, ни братья Его между нами, они Его не принимали. Хотя сам Сын Божий, сам Сын Божий в своей силе мог действовать на том месте, где Он находился, но они не позволили Ему это сделать. Дорогие братья и сестры, пусть Бог благословит, чтобы наше сердце, оно было настроено всегда, чтобы слышать, что Господь говорит сегодня лично мне. Я хотел бы с вами открыть место Писания, всем нам известное, чтобы сегодня погрузиться в ту атмосферу, немножко понять происходящее, которое было две тысячи лет назад, когда Господь, Он совершал свое действие на этой земле, когда эти были последние дни Его жизни на земле. Пусть Дух Святой поможет нам погрузиться, пусть Дух Святой поможет нам понять происходящее, великий смысл всего, что совершалось. Итак, Матфея 26 глава, 26 стиха, я буду читать много. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил, раздавая ученикам, «Примите и едите сие тело мое». И взяв чашу, благословил, подал им, сказал, «Пейте из нее все». Ибо сей кровь моя Нового Завета за многих, изливаемая на прощение грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода этого виноградного до того дня, когда буду пить с вами вино в царстве Отца Моего. И воспевши пошли на гору Илеонскую. Тогда говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастора, и рассеются овцы стада. По воскресенье же в Моем встречу вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ, «Если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». И Иисус сказал ему, «Истинно говорю тебе, что в эту ночь прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня». Говорит ему Петр, «Хотя бы надлежало Мне, и умереть с тобою не отрекусь от тебя». Подобно говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам, «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И взя с собой Петра и обоих сынов Завидеев начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со Мною». И отошедший немного пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно доминует чашись я, впрочем не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам, и находит их спящими и говорит Петру, «Так ли не мог ли ты один час бодрствовать со Мною? Бодрствуйте и молите, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плод же немощно». Еще отшедший в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если может чаши сиями на мать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И пришед находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И оставив, отошел опять и помолился в третий раз, сказал тоже слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, «Все еще спите и почиваете?» «Вот приблился час, и сын человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». Итак, братья и сестры, мы видим, что нам повествует Матфей, точно так же Марк, Лука, Иоанн, те события, которые происходили тогда. «Господь преподал вечерю им, дал им пример, сказал, что «Сея из чаша моя, Новый Завет в крови моей», все объяснил, все разъяснил, они все прекрасно себя чувствовали, сидели в этой горнице большой, усланной, сам Господь с ними, ну что больше надо человеку, который любит Бога, который любит Христа, который следует за Ним, ну что больше надо, братья и сестры, правда? Нам же хорошо тоже быть на том месте, где Господь присутствует своей благодатью, аминь. Это правда, нам очень хорошо, и это должно так быть. Это должно так быть, и мы сегодня находимся в Доме Молитвы, в Доме Его, мы сегодня будем совершать святыню Господню. Я верю, каждый из нас, кто ревнует о Господе, он всегда по-особому подходит к этому событию. Ну, если сердце человека, оно второстепенно к этому, это очень плохо. Это надо посмотреть в глубину сердца, что там происходит. Но когда сердце переживает, когда сердце переосмысливает, когда сердце, ну, ты больше и больше углубляешься в себя, и ты проверяешь себя, Боже, достоин ли я принимать участие сегодня, Боже, рассуждаю ли я над телом Твоей, и над кровью Твоей, это прекрасно, и мы ожидаем, мы ожидаем что-то получить от Господа, мы ожидаем духовного благословения, которое, может быть, перейдет на физическое благословение, на исцеление нашей плоти, может быть, на обновление нашего духа, может быть, на какой-то, знаете, внутренний какой-то энтузиазм, какое-то Божье откровение. Мы ожидаем, это должно так быть, и если этого нет, то это очень плохо. Это очень плохо. Но я хотел бы немножко о другом. И вот это совершилось. И они пошли, Библия пишет, возрадовавшись на гору Елеонскую. Мы понимаем, было столько ликования, столько радости. Я хотел бы сказать, наверное, когда проходят прекрасные богослужения на этом месте, у нас по-особенному внутреннее чувство, правда? Мы идем с этого места, когда Бог благословил собрание, когда, ну, ты по-особенному сегодня пережил Бога, ты идешь с этого места, едешь, неважно, тебя наполняет Божья благодать, правда? Аминь. Ну, это прекрасно, это хорошо. И вот это все происходило, что, знаете, сегодня и мы переживаем. Сегодня и мы это все переживаем, мы переживаем, но дальше совершенно о другом Господь начинает им говорить. Тогда говорит им, все вы соблазнитесь во мне, о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастора, и рассеются овцы стада. По воскресенье же в моем встречу вас с Галилеей. То есть придет время, когда, ну, вы не сможете устоять, придет время, когда вы приткнетесь, придет время, когда придет этот соблазн, и что-то не то начнет происходить. Господь их предупредил об этом. Но вы знаете, я хотел бы сказать, что они, наверное, об этом и не думали. Это, знаете, как в одно ухо влетело, второе вылетело, они не переживали об этом. Они думали, ну, это если и будет, это будет не сегодня, это будет когда-то. Хотя он говорил об этой ночи, которая будет происходить, в эту ночь. И Петр, который очень сильно любил Христа, Петр очень сильно любил Христа, на тот момент, это был тот, который ревновал о Боге сильно очень, любил Бога. Это был тот человек, который сказал первый, что ты, Христос, Сын Бога Живого. То есть, Ему Отец Небесный дал это откровение. То есть, это был тот, который горячий, темпераментный очень человек. Он, на самом деле, настолько, насколько Бог, он любил Иисуса. Он любил Иисуса больше всех. Об этом Библия даже пишет. И он говорит, если все соблазнятся, я никогда не соблазнюсь. Вот если все, то я никогда не соблазнюсь. Дорогие братья и сестры, я хотел бы сегодня перевести на взгляд на нас с вами. Вы знаете, когда у нас все прекрасно, когда у нас все идет прекрасно, мы думаем, ну, что бы ни происходило, как бы ни происходило в моей жизни, какие бури бы не были, какие трудности и испытания, как враг бы ни настал на мою душу, я буду верен Богу до конца. Вот как другие, я не знаю. Они, наверное, может быть, и не выдержат, треснет что-то в их жизни, что-то произойдет, но я буду твердый. Я останусь непоколебимый, несмотря ни на что, я буду верен до конца моему Богу. И вы знаете, он это говорил искренне. Он не говорил это лукаво. Он говорил это искренне. Это были его чувства. Это были его человеческие чувства, которые наполняли его сердце. Братья и сестры, я хотел бы сказать, что эти чувства человеческие, они присущи нам, и это неплохо. Они наполняют наше сердце, они наполняют мое сердце. Когда в моей жизни все хорошо, все хорошо, как, знаете, идет по маслу, как говорят, то ты понимаешь, что что бы ни происходило, ты думаешь, Господь, со мною пройду, вот не знаю, как остальные, но я буду уверен до конца. Но не тут-то было. Мы понимаем, что произошло все совершенно по-другому. Пришел этот соблазн. Пришел этот соблазн. Соблазн в переводе, это, я раньше помню на эту тему проповеду, но еще напомню, это колышек в ловушке, который придерживает дверь. Все, что служит падению. Вот ловушка, и там вот есть колышек, такой небольшой, и он придерживает эту дверь. И когда он падает, ловушка закрывается. То есть это все, что к падению предшествует. И вот этот соблазн пришел в жизнь Петра, и подобно говорили, Библия пишет, все ученики. Они были все уверены. Уверены в своих силах, они были все уверены. А почему бы не быть уверенным? Господь был с ними. Больше трех лет они ходили, видели чудеса Божьи. Они ели, спали, жили. Они общались, они молились, они получали благословения, переживания, тех переживаний, которые, знаете, нам только мечтать. Они это все видели, они были в этом. Они находились в этой атмосфере, в божественной атмосфере. И они думали, это будет всегда. Они думали, это будет всегда, ничто не поколебает. Дорогие братья и сестры, все говорили ученики подобно. Библия пишет. В нашей жизни мы думаем, что мы преодолеем, мы пройдем, мы думаем. Но потом приходят в жизнь те моменты, когда мы начинаем духовно падать. У нас не получается. У нас не получается, мы духовно падаем. Мы вроде бы должны уже пройти этот период, должны пройти этот период времени, который в нашу жизнь дан от Бога, испытаний, а мы не можем его пройти. Мы как бы на одном месте стоим. Мы вроде бы уже должны возрастать духовно, а мы не растем. Ну вроде бы уже должно уйти это раздражение, гневливость, недовольство должно уже уйти, обиды должны уйти уже. Вот то, что когда-то приходило на душу нашу, вот эти дела, плоти, наше внутреннее состояние, злоба какая-то, она должна уже уйти. Недовольство вот это вот, оно должно уже вроде уйти. И вроде бы, когда ты в Божьем находишься, все хорошо, но проходит время, оно раз и опять в твою жизнь приходит. Раз и опять в твою жизнь. Ну вроде бы должен уже пройти был определенный промежуток времени, который дан Богом, но вроде бы прошел, а потом раз и опять оно вылазит в твоей и моей жизни. И мы не понимаем порой, что происходит. Дорогие братья и сестры, Библия пишет в Слово Божье Иоанна 15 главе, что без меня вы не можете делать ничего. И вы знаете, я начинаю больше и больше понимать эти вещи, что без Христа я ничего не могу. Когда в нашей жизни мы допускаем те мысли, когда мы что-то из себя думаем, представляем, когда наша жизнь и мы руководим своей жизнью, мы являемся полноправными хозяевами своей жизни. Это неправда. Бог может в одну секунду все изменить и все поменять. И твоя жизнь не в твоих руках, она в руках Божьих. Аминь. Она в Божьих руках на сто процентов. Но есть еще глубже, когда Господь сказал, что если мы на этой земле надеемся только на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Вы понимаете, что я хочу сказать? Есть гораздо еще глубже. Мы очень сильно приземлены. Мы очень сильно живем какими-то земными ценностями. У нас приоритет занимает земная жизнь. Очень часто мы забываем, что Господь нас искупил совсем от другого, братья и сестры. Правда? Бог нас искупил от погибли, от ада. Он нас искупил от самого главного. То, что мы можем быть с Ним там на небе в Царстве Божьем и будем так вечно со Христом. Писание говорит, но мы приземляемся. Мы приземляемся. У нас взгляд совершенно на другое, братья и сестры. На земное. О земном только. Боже благослови, Боже дай, Боже пошли, Боже сохрани, Боже помоги и прочее, прочее. Мы эгоисты. Мы эгоисты по своей натуре. Мы эгоистичны. Но Бог говорит, есть гораздо глубже. Есть гораздо глубже. Есть то небесное, то, что там далеко, оно принадлежит тебе и мне. Я тебя искупил от греха, от смерти. Ты будешь находиться со мной, Бог говорит. Твоя жизнь, она принадлежит мне. И ты будешь там, со мной. Это самое главное. Это самое главное то, от чего я тебе искупил. И вот эти ученики, они говорили об этих вещах, что Господь, мы будем с тобой несмотря ни на что. Как бы ни было нам тяжело, мы будем тебе верны. Потом они приходят в Гефсиманию, в этот сад. И он говорит ученикам, посидите тут, когда я пойду, помолюсь там. И взят с собой Петра и обоих сынов Завидеев, начал скорбеть и тосковать. И вот я начал размышлять, думаю, Боже, это мои мысли, я размышляю. Это были величайшие события. Это было самое главное. Это была кульминация. То, что происходило в Гефсимании. Это была кульминация. Это было то, что не передать. Какая духовная была атмосфера брани. Сильнейшая духовная атмосфера брани. Я сам себе задал вопрос, Боже, а для чего ты взял учеников с собой? Зачем они тебе нужны были? Неужели ты один не смог бы стоять в проломе, молиться, бодрствовать? И Бог дал бы тебе эту победу. Для чего тебе ученики? Но вот вопрос задается, для чего тебе, Господи? Это же всего лишь люди. Это всего лишь люди. Зачем ты взял их? Так главное было бы, взял бы всех. Двенадцать, ну одиннадцать, Иуда ушел. Предатель. Одиннадцать надо было взять. Почему ты взял всего только Петра и сынов Завидеев, Иакова и Иоанна? Всего лишь троих взял. Для чего ты их взял? Ну взял бы всех. Вы не задавали такой вопрос? Ну всех возьми. Или вообще никого не бери. Или всех возьми. Дорогие братья и сестры, И, конечно же, когда ты задаешь этот вопрос Богу, ты читаешь, молишься, будешь даже, Господи, ну дай понимание. И ты понимаешь, что Господь, Он нуждался в этой поддержке от них. Господь нуждался в этой поддержке. Он нуждался в поддержке учеников своих. И Он нуждался в поддержке тех, которые были гораздо ближе Ему. Они были особые. Нет, Бог любил всех. Он любит всех, братья и сестры. Но есть те, на которых Бог более обращает внимание. Как я сказал, Петр, он очень сильно любил Христа. Очень сильно любил. И это была правда. Он любил Его. Он был искренний, он был горячий, он совершал ошибки. Но это была любовь такая. Проявлялась такая любовь. Бог потом многое совершил через Петра. Он многое убрал от него. Но Он взял его. Он взял Иоанна, которого у груди держал. Он очень сильно любил Иоанна. Он взял Иакова с собой. Иоанн и Иаков это сыны Грома, Завидея. Они гремели так, что у них ревность была по Богу. Они говорят, Господи, нас не приняли в этом селении. Давай огонь сведем сейчас. Тут пожжет все. Раз они тебя не принимают, значит, будем палить всех. То есть, вот такое вот внутреннее состояние. Знаете, ну, ревностные, безумные, неправильно, но ревностные. Бог, Христос им сказал, мы сегодня слышали, когда мать подвела учеников, да, это были два брата, Завидея, вот Иоанн и Иаков, и они захотели со Христом там поближе в царстве. И он говорит, это не от меня зависит. Говорит, я вам все, что могу предложить, говорит, это все, что я могу предложить, это пить чашу, которую я пью, и крещением креститься, которым я крещусь. Вот это, говорит, я вам точно гарантирую, но сесть по правую, по левую сторону в царстве, я вам не гарантирую, а вот это я вам гарантирую. То есть, и что произошло с Яковом, мы просто рассматриваем исторически, это тот человек, который, ну, был предан смерти, Ирод, он убил его. Иудеи требовали убить его, это первый апостол, которого убили. И когда это понравилось иудеям, Библия пишет, они говорят, и Петра нам давай сюда. И тогда Петра схватили и в темницу посадили, да, мы читаем это без Писания. Им понравилась смерть Якова, то есть, давай Петра нам сюда. Дорогие братья и сестры, это были особые люди, это были особые ученики. Христос совсем по-другому на них смотрел, он их и взял, он их и взял поэтому, он нуждался в этой поддержке, он их брал на гору преображения, когда откровение Петр получил, ты Христос, сын Бога живого, да, ибо не плоти кровь тебе открыли, но Отец мой небес, сущий на небесах. После этого малого времени он взял Петра и Якова и Иоанна и на гору преображения поднялся. И он говорит, хорошо нам здесь быть. То есть, слава Божья сошла. Они видели славу, они видели Христа во славе. Видели Христа во славе. Нам этого, знаете, не понять, но они находились в этой атмосфере. Что бы мы там делали, мы не знаем, да, мы бы, может быть, вообще сказали, не уйдем оттуда. Вот. Они это все видели, они переживали это. Бог им являлся, он показывал. Он их взял, когда исцелял дочь Иаира, Петра, Иякова, Иоанна. Никого не взял, а вот их взял троих. Когда он воскресил эту дочь, он никого, но их с собой пригласил. Почему это все происходило, братья и сестры? Неужели он их больше всех любил? Он любил всех апостолов одинаково, но он что-то в них видел большее. Он видел что-то в них большее, братья и сестры. Сегодня Бог что-то видит в себе большее. Сегодня Бог видит в себе что-то большее и особое. Он сегодня видит в себе то, что он желал бы воспроизвести через тебя в жизни вечной. Он желал бы сегодня употребить тебя по-особому. По-особому употребить тебя. Поэтому ты проходишь сегодня, может быть, определенные трудности и проблемы. И ты думаешь, доколе можно? Но Бог желает по-особому тебя, может быть, употребить в своей жизни. Ты думаешь, Боже, а как они? Почему у этой семьи, у этого брата, у этих сестер вот так все по-другому? А у меня испытание за испытаниями. Как один брат был. Я был на этой молитве, мы все его знаем. Я помню это пророческое слово ему. Он такое проходил, тяжелое. Тяжелое проходил. Испытание. К нему еще сосуд подходит и так вот рукой давит. Говорит, а я еще больше тебя буду смирять. И там уже на самом деле, ну уже невозможно. А я еще больше тебя буду смирять. И как будто ты в огонь попадаешь, как сегодня брат говорил. Как будто ты в такое пекло попадаешь, что ты не знаешь, как оттуда выйти, из этого пекла. Что тебе делать в этом пекле? Но когда ты проходишь вместе с ним, потому что без него ты не можешь ничего делать. Ты вместе с ним проходишь, ты потом смотришь на те события, и ты думаешь, Боже, слава тебе и хвала. То, что я мог пройти благодаря твоей силе, благодаря твоей поддержке. И самое главное, то, что ты всегда был рядом. Ты иго мое нес. Ты бремя мое нес. Это ты, кажется, мы его берем. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, да? Это мы думаем, что нет, братья и сестры. Это он все берет. Это он все несет. Итак, вот эти ученики, они удостоились быть рядом с Господом. Рядом с Господом в этом ответственном событии, самом ответственном, где совершилась эта победа. Она уже там в Гефсимании, братья и сестры, совершилась. На кресте это видимое было, мы понимаем. Там совершилась эта победа, когда Господь, Он смирился до смерти и смерти крестной и сказал, Боже, да будет воля не моя, но Твоя да будет. Аминь. Вон там была эта победа. Сегодня победа приходит на коленях. Сегодня победа приходит на молитве. Там приходят победы, братья и сестры, запомните. Здесь за кафедрой не приходят победы. Победы не приходят какие-то... Это уже видимое. Но победа приходит на коленях. Послушайте, сегодня молитва, это подобно футболу, стадиону. Много зрителей сидит и наблюдает, как эта команда с 12 человек бедает. И многие дают советы. Тысячи сидят, трибун тысячи сидят, правда? Десятки тысяч сидят на футболе и наблюдают. Так вот, знаете, давайте не будем сегодня наблюдателями за этой командой. Потому что самое главное происходит не на трибунах, а самое главное происходит на футбольном поле. Вы понимаете? Там приходит на футбольном поле. Это как прообраз молитвы, чтобы мы понимали. Самое главное происходит там. Братья и сестры, я хотел бы сказать большего. Даже гораздо больше. Если твоя молитвенная жизнь, твоя молитвенная жизнь и моя, она ничтожная, то надо задать вопрос, живой ли я для Бога? Я не говорю про общее собрание. Я говорю про личное в том числе. Я говорю про индивидуальное. Я говорю про общее. Это все вместе. Но если сегодня, то надо задать вопрос, живой ли я для Бога? Живу я для Христа? А может быть мы уже давно и мертвы для Христа, как Писание говорит? Или вы не знаете, что Христос в вас? Или кем вы должны быть? Братья и сестры, церковь Божия. Сегодня Бог дает вызов церкви своей. Говорит, а те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Те, которые Христовы. Те, которые Христовы, они живут Христом. Правда? Аминь. Те, которые Христовы, они живут небом. Все равно они в большей степени живут небом. Да, земное они совершают, потому что это надо сделать, потому что живем. Бог дал нам жить, прожить. Но у них ударение не на это. У них ударение на небесное. И они говорят, что мы надеемся не только в этой жизни. И вообще в этой жизни земной мы мало надеемся. Да мы мало от Бога желаем получать. Нам бы только небесного. Небесного. То, что неприходящее, великое. И так он их взял. Он имел большую надежду на них. Господу, он ожидал что-то от учеников своих. Церковь, он что-то ожидает от нас. Он ожидает от нас что-то. Бог ожидает. Вот именно. Он ожидает. Мы думаем, Бог ничего не ожидает. Он ожидает от нас. Он сегодня ожидает от тебя. Ты сегодня и я пришли на это место. Он что-то ожидает от тебя. Как ты будешь по-особенному прикасаться к его телу, его крови? Или ты сегодня, как вчера и третьего дня, равнодушна в сердце своем и прочее? Нет. Он ожидает. Он ожидает благоговения. Он говорит, почтите сына, чтобы он не прогневался. И чтобы гнев его не возгорелся вскоре. Это Бог говорит, братья и сестры. Это Бог говорит. Где почтение ко мне, если и отец? О, сколько у нас порой панибратства к Богу. Мы так порой уже, ну не знаю, как выразиться. Но Бог любит, милует, конечно. Бог прощает. Но Бог желает, чтобы к нему было. Мы слышали и на эту тему проповедь. Она недавно была. Особое отношение к тому, что он Бог. И вот он и взял. И он говорит, молитесь со мною. Бодруствуйте. Находите в состоянии бдения. Не засыпайте. Не засыпайте. Бодруствуйте. Ну, самое главное, не спите. И молитесь. Мне всего лишь нужен один час, говорит. Мне всего лишь нужен один час. Один час пободруствуйте. Один час помолитесь. Один час побудьте в состоянии бдения. Как бы не было вам тяжело. Как бы глаза ваши не отягощались сном. Но, говорит, не надо спать. Потому что это самое главное, все, что сейчас будет происходить. Мне нужна ваша поддержка. Мне нужна ваша поддержка. Я что-то ожидаю от вас. Мне нужна ваша поддержка. Дорогие братья и сестры, сегодня не подобно ли Господь говорит каждому из нас, ну бодруствуй, но нужна эта поддержка. Но осталось этого мало времени. Мы не знаем, сколько, может быть, каждому отмерено. Кому-то полдороги в небо, кому четверть, кому треть, кому на десятая часть, мы не знаем. Но Бог говорит, бодруствуй. Особенно мы живем сегодня, слышим в событиях, которые в ближайшее определенное время поколения не приходило. Сегодня мы видим, что творится на этой земле. Сегодня мы видим, как вокруг этой страны происходят определенные действия, плохие очень. Но сегодня, знаете, народ порой не бодруствует. И Бог говорит, я уже не знаю, что делать, чтобы мы начали с вами бодруствовать. Чтоб мы находились в состоянии бдения. Знаете, лукавый сегодня усыпляет народ Божий. Он усыпляет народ Божий. Он сегодня, человек находится в состоянии сна. А как проверить, в каком я состоянии нахожусь? А в первое же самое главное, когда мой взгляд только на самого себя. Если ты только думаешь о себе, если ты только думаешь только о себе, нет, брат или сестра, запомни, ты находишься в состоянии сна. Ты в состоянии сна находишься. Ты в другом не можешь находиться в состоянии. Я не могу услышать порой тех людей, которые говорят только о себе, только о своих проблемах, только о своих трудностях, как будто бы вокруг них крутится мир. Но ведь это неправда. Посмотри вокруг, не смотри только в себя. Хватит на себе заострять внимание. Хватит. Потому что когда ты заостряешь на себе внимание, ты обижаешься, ты еще какие-то вещи допускаешь в своей жизни. Тебе не нравится, ты недовольный, потому что ты только сосредоточен на себе. Остановись. Ты спишь духовно. Ты спишь духовно. Ты не видишь, что происходит вокруг. Это первое, на что надо обратить внимание. В каком я состоянии нахожусь. Может быть, я уснул уже. Второе. Ты не оцениваешь время, которое вокруг тебя. Ты не видишь, что происходит. Ты не видишь, в каком времени ты живешь. В каком времени ты находишься. Ты этого не замечаешь. Это туман для тебя. Это тоже состояние сна. Это тоже состояние сна. Еще на что я обратил внимание. Когда человек находится в состоянии, этому недооценивают опасности греха. Все падения приходили в жизнь человека, любого, когда человек находится в состоянии сна. Грех тогда легко проходит в жизнь человека. Потому что человек духовно спит. Он недооценивает. Он недооценивает. Он не понимает опасности. Он не понимает этой опасности, что происходит. И грех тогда потихоньку, лукавый, хитростью, когда человек находится в таком состоянии, он входит в жизнь. Что такое сон? Мы понимаем, да? Это состояние полной отключки, простите меня. Во сне мы не бодрствуем. Во сне мы отдыхаем. Мы полностью потеряем бдительность. Мы полностью. Во сне мы спим. Все. И с нами делай, что хочешь. Но когда мы бодрствуем, ты к нам не проникнешь. Итак, эти ученики, они не могли молиться со Христом. Они не могли бодрствовать, как этого желал Господь. Он и раз пришел, он второй раз пришел и говорит Петру, Петр, он прямо к Петру говорит, Петр, неужели ты не можешь бодрствовать? Петр, брат, сестра, вот он приходит и говорит, неужели ты не можешь бодрствовать? Вот в это время, в которое ты живешь, в которое ты находишься, неужели ты не можешь ну как-то проявить инициативу встать в это состояние бодрствования? Ну что тебе, как еще Бог говорит, проговорит тебе? Бог когда-то укорял свой народ, говорит, куда уже вас бить? Поражены, говорит, от темени головы до поташвы ног этими язвами. Ну куда уже вас бить? Я сегодня смотрю, порой люди окружают нас, вот по улице идут или общаешься с кем-то, может быть, в работе. Человек в таком грехе страшном находится, он уходит вся жизнь уже в таком рабстве страшном. И уже думаешь, куда тебе бить уже? Ты уже весь ищах, куда тебе бить уже? Что уже сделать для того, чтобы ты пробудился? Для того, чтобы ты проснулся? Братья и сестры, у нас порой столько проблем, а да, некоторые из них допускает Господь, но некоторые из них, а другая часть, Бог говорит, ну как уже тебя пробудить? Что уже сделать в твоей семье? Что уже сделать со своим здоровьем? Что уже сделать с твоим, может быть, служением? Что может быть сделать с томим? Что уже сделать для тебя, чтобы тебя пробудить? Что сделать для тебя? Бог задает вопрос. Петр, что сделать мне еще, чтобы ты не спал? Ну что мне сделать? Дорогие братья и сестры, мы должны понять, происходящее на тот момент. Но они не могли. Можно по-разному говорить. Дьявол усыпил, и прочее, и прочее. Ну и это может быть правда, и там правда, но то, что было, то было. И они проиграли. Они проиграли в Гефсимании, ученики. А Христос победил, несмотря ни на что. Аминь. Ученики в Гефсимании проиграли. Они не поняли, они недооценили, они не осознали до конца. Братья и сестры, сегодня Дух Святой учит нас. Сегодня Дух Святой учит нас примерами, которые происходили. Понимаешь ли ты ответственность, всю полноту? Понимаешь ли, осознаешь ли ты ответственность, когда ты встал на путь, и ты сказал, я принадлежу тебе, Господь. Понимаешь ли ты, брат, сестра, всю ответственность, которую ты взял на себя? О, если бы Бог нам помог это вразумить, вразумиться. О, если бы Дух Святой дал нам четкое, конкретное понимание. Кому-то дает, кому-то нет. Ну, поэтому нет той ответственности. поэтому и нет порой того, что желал Бог бы. И сегодня Он вновь и вновь напоминает Церкви Своей, Церковь Божья. Бодруствуй и молись. Бодруствуй и молись. нам хорошо, когда Бог исцеляет. О, они видели это исцеление, они видели это воскресение дочери его. Аллилуйя, слава Богу, это прекрасно. Нам хорошо в присутствии Божьем. Аллилуйя, это прекрасно, это будет, это все есть. Но нам не хотелось бы быть в Гефсимании. Братья и сестры, а она будет. Она будет сто процентов, потому что Он сказал, крещением, которым я крещусь, будете креститься. Говорит, вас постигло искушение не иное, как человеческое, но мерен Бог, да, который в силе, да. А также Слово Божие говорит, что вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Братья и сестры, я хотел бы сказать, что наш путь, это путь всегда сражения. Наш путь, это всегда путь сражения и бодрствования на всякое время, во всякий час, как Слово Божие говорит, молясь духом. Церковь Божия, братья и сестры, и вот это происходило, и в конце концов, когда пришла эта победа, она обязательно все равно от Бога пришла бы. Мы понимаем, что и в нашу жизнь по великой милости своей все равно брат, сестра, запомни, Бог, Бог своего добьется от тебя и от меня, потому что Он желает спасти тебя. Аминь. Запомни, Бог все равно от тебя и от меня своего добьется. Никуда ты не скроешься. Как бы ты Богу ни говорил, что бы ты ни делал, Бог своего добьется. Другой вопрос может быть, да сохранит Господь, что другой, что Господь говорит, я камнями заменю, чтобы они славили меня. Или другой вопрос, Бог может быть, говорит, если ты это не сделаешь, я другого возьму, и Он будет это делать. Но Бог добьется, как правило, в твоей жизни, твоего посвящения, рано или поздно. Жаль, то, что Он порой часто в жизни бывает верующих людей, когда мы понимаем к концу уже. Когда мы к концу понимаем жаль. Поэтому сегодня вновь очередной голос Божий звучит для наших сердец, братья и сестры. Церковь Божия. Давайте бодрствовать, давайте молиться, потому что только тогда мы увидим, только через это придет от Бога благословение и от Бога придет победа в нашу жизнь. Как я говорил, Бог ожидал, когда Он пришел в свой виноградник. Я, говорит, там посадил и ожидал увидеть что-то. А этот виноград, Он принес дикие маслины, кислый виноград. Бог говорит, я ожидал что-то видеть от этой смоковницы. Христос подошел к ней и Он что-то ожидал. Он ожидал увидеть. Братья и сестры, Он ожидает увидеть в то время, в которое мы находимся, наше правильное состояние, нашу правильную реакцию, не паническую, не какую-то страха реакцию, нет, а правильную реакцию на происходящее вокруг, на происходящее в твоей семье, на происходящее в твоей жизни, на происходящее в твоей душе, правильную реакцию. Но ты делаешь и я выбор, что мы будем делать. Или мы будем дальше спать, или мы начнем пробуждаться. Мы начнем пробуждаться через бодрствование, бдительность, когда мы начнем оживать, мы начнем двигаться, знаете, все предпринимать для того, чтобы у нас было трезвое мышление, трезвый взгляд, правильный взгляд, потому что у человека сонного, спящего вообще никакого взгляда, а у человека находящегося в сонном состоянии, у него затуманенный взгляд, у него затуманенное мышление, вот он ожидает Господь. Поэтому да благословит каждого из нас. Я хотел сегодня вместе с вами еще молиться, братья и сестры, пусть Бог благословит, чтобы сегодня, когда мы будем принимать участие в святыне Господней, как я говорю, это было что-то особенное, это было что-то особенное для нашего духа, для нашего внутреннего человека, это были особенные переживания. Вот когда ты совершаешь святыню Господню, чего ты ожидаешь? Бог, он ожидает, он ожидает от тебя, а ты что ожидаешь? Ты что ожидаешь, когда ты делаешь глоток, когда ты вкушаешь хлебушек, что ты ожидаешь? Дорогие братья и сестры, пусть Дух Святой поможет нам. Встанем, будем молиться. будем молиться. Продолжение следует...